О главных событиях этого дня, к этому часу. Пентагон объявил о подготовке оборонной реформы. Жертвой аргентинских грабителей стал целый город. ФРГ и Италия предложили новую политику по беженцам. Глава МВД Германии Томас де Мизьер и его итальянский коллега Анжелина Альфана в совместном письме в адрес Еврокомиссии высказали свое видение европейской миграционной политики. По мнению авторов документа, необходима амбициозная реформа Дублинского соглашения, включая выверенную общеевропейскую систему приема соискателей убежища. Но для начала необходимо обеспечить безопасность внешних границ ЕС, чтобы значительно ослабить поток беженцев. Кроме того, должен быть разработан единый для ЕС механизм регистрации, включая проверку всех мигрантов и соискателей убежища. По их мнению, необходима и справедливая система распределения. Нельзя допустить, чтобы нагрузка ложилась только на те страны ЕС, которые оказываются первыми на пути беженцев в Европу. С этой целью авторы письма предлагают определять людей, нуждающихся в защите еще на их родине или в транзитных странах, и уже оттуда распределять их по европейским странам согласно жестко установленным квотам на год. При этом должен быть утвержден единый для ЕС список стран, считающихся безопасными. Ранее сообщалось, что ФРГ прогнозирует наплыв до 10 миллионов беженцев. Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что через несколько недель Конгрессу США будет представлена оборонная реформа. Мы будем предлагать что-либо, что будет основано на наших исследованиях. Некоторые аспекты требуют законодательного закрепления, и мы попросим Конгресс рассмотреть их. Я надеюсь, что они будут убедительны, и Конгресс утвердит их, отметил Картер. По его словам, оборонная реформа также содержит аспекты, которые не требуют утверждения со стороны Конгресса. В частности, реформы, которые предлагает Пентагон, будут касаться кибербезопасности, а также расширения полномочий властей в сфере сбора данных. Ранее помощник министра обороны Майкл Карпентер заявил, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, осуществлять поставки армейского оборудования и содействовать в проведении учений. Вооруженная банда ограбила в Аргентине небольшой город. Нападению подверглись в том числе местная мэрия, банк, почта, суд и даже полицейский участок. Инцидент произошел в городке Бернардо де Ирегойн с населением около 2000 человек. Сначала налетчики ворвались в отделение полиции, где разоружили и изолировали стражей порядка. После этого они обыскали все местные учреждения, где могли быть деньги, не исключая здание суда. Местный судья посетовал, они унесли мой бумажник. В результате нападения добычи грабители стали 250 тысяч песо, примерно 16 тысяч долларов, что оказалось значительно меньше их ожиданий. По сообщениям, в город должны были привезти деньги для выплаты пенсии в сумме примерно 1 миллион песо, 65 тысяч долларов. Но к моменту нападения этого сделано не было. После того, как грабители покинули городок, местные жители подняли тревогу. В результате организованной полицейскими погони один из налетчиков был застрелен. Еще троим удалось скрыться вместе с добычей. Мэр Киева Виталий Кличко вновь позабавил интернет-пользователей своим новым высказыванием. Так, на одном из заседаний Кличко расстроил факт того, что раньше киевляне просыпались без каких-либо разрешений. Судя по контексту, мэр Киева хотел призвать не огорчать киевлян незаконными застройками, особенно по утру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова